Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Мы продолжаем знакомить вас с замечательными жителями городского округа Люберцы, которые здесь либо живут, либо занимаются любимым делом, и которые стали обладателем премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен». На этот раз премия, видите, у нас будет очень, на мой взгляд, необычная, потому что связана она, как говорили раньше, с мотоспортом. Сейчас мы, кстати, выясним, так это название сохранилось. У нас в студии Олег Маслов, руководитель мотосекции «Мототорпеда» городского округа Люберцы, обладатель премии в номинации «Место перемен». Здравствуйте, Олег! Да, здравствуйте! Ну, вы же знаете, что к спорту у нас относятся так. Если мотоциклисты, назовем пока так, вы мне потом скажете, как правильно, они занимаются спортом, мы за них болеем, переживаем и так далее. Там есть масса разновидностей, и есть, конечно же, уникальное шоу, которое за пределом человеческих возможностей. Есть мотоциклисты в жизни, которые просто ездят по нашим дорогам. Вот во второй части я предлагаю эту тему тоже коснуться. Но в первой давайте поговорим, каким образом мототорпеда, мотосекция премию в вашем лице получила. Что вы такого сделали? В принципе, ничего такого мы серьезного не делали. Мы просто начали заниматься детьми. Так. С какого возраста? У нас самый младший это Дмитрий, есть ему 3,5 годика. Да, он еще особо толком не умеет разговаривать, но он уже, да, он уже... Рядом. Может, он едет сам, он всю полноценную трассу один уже проезжает. Будущий чемпион. У него маленький, да, мотоцикл, там класса где-то, наверное, может быть, кубиков 30, где-то вот так вот. И родители не боятся? У него старший брат Артем Сфирин занимается. А, ну, то есть... То есть, да, у него класс 65 кубических сантиметров был, сейчас они там в класс 85, чуть уже постарше. То есть семейная уже? Да, там семейная традиция идет. Ну, хорошо, рассказывайте о мотосекции. Как вы тут оказались, как вы организовали эту работу, что вот такой замечательный диплом у нас здесь в студии находится? Мы начали привлекать людей, ну, сферу в связи с интернетом, то есть, да, сфер массовых информаций. Сейчас, да, возможности есть, мессенджеры всякие. Люди начали немножко нас узнавать, приходить, интересоваться, и мы давали возможность попробовать детям покататься. Кто не умел, я, соответственно, их научил. То есть это детская мотосекция? Да, детская. До какого возраста? Нету никакой планки, то есть ограничений по возрасту нет. Вот в любом возрасте может любой человек прийти и, так сказать, может быть, какие-то мечты свои, да, там, воплотить, когда ты, может, хотел. Ну, вот тогда возникает такой вопрос. Давайте начнем с вас. Когда вы-то начали этим заниматься, и как вы из, как говорят сейчас, интересанта превратились фактически в наставника, в тренера? Во мне это с детства заразилось, вот, зародилось, так сказать. Ну, и заразилось, можно сказать. Да, и заразилось. Да. Изначально я сам с города Салавата, это республика Башкортостан. Есть такой же, как торпедо-стадион, но только он сделан именно для спидвей по угаревой дорожке. Вот. И вокруг, в центре было футбольное поле, я начинал футболом заниматься. Потом многодорожность. А вокруг нас, да, у нас когда тренировка по футболу, нас уже загоняли, так как должны были уже гонщики выезжать, они же как за место... На время уже нельзя, да. Да, за место беговой дорожки, как здесь, на торпедо, там именно специальный трек, насыпочная такая дорожка сделана. И вот постоянно я не в трибуну, в раздевалку ходил, садился на трибуну и смотрел, как гоняют. Мне кажется, даже смотреть это такое зрелище. Ну, все это. Вот тут у вас что-то там переключилось, да? Да, и начал. Также есть под трибунами была детская секция, так же, как и ходили туда там 9-8 лет мальчики, и старше 15 лет. И потихонечку начал туда ходить, ходить. Тренер так ко мне присматривался, присматривался. Я еще даже не напрашивался ходить, я просто постоянно приходил, присутствовал. Он обратил внимание, что ну какой-то мальчик постоянно ходит, ходит. То есть на занятия не просится, то есть, ну просто приходит постоянно. Значит, это такой живой интерес, это важно, да. И как-то он мне задал вопрос, я уже даже не помню. Я ему сказал, я говорю, тоже хочу пробовать заниматься. Меня пригласил, дал 125 кубиков, был это помню, Минск. Минско-чевские такие вот моторы были раньше. Но конструкция самого мотоцикла, она спидвейная, то есть она отличается от всех видов других мотоциклов. Да, да, спортивная, скажем так, да. То есть удобства там меньше, чем... Там вообще никаких удобств нет. То есть это такая железяка, в хорошем смысле слова. Да, это чисто для трековых гонок, так сказать. Ну хорошо, вот мне кажется, что уже благодаря тому отношению, видимо, ваших наставников, пришло время. Вы этим занимаетесь сколько лет уже получается? Я имею в виду этим... С 11 лет с детства. Вот, до сих пор. И вы как решили стать сами тренером? Жизнь заставил? Не то, даже не жизнь. Мне уже захотелось просто свой опыт немножко передавать другим людям. То есть была потребность тогда? Да. То, что я и до сих пор, я и действующий сам гонщик еще. Я и гоняю. Буквально у нас была гонка 26 сентября в Егоревске. Ага. В классе 250 я занял первое место. Ну, просто поздравляю. Да. То есть действующий, даже не тренер, еще, а действующий игрок. И по совместительству тренер уже молодого поколения. Еще сейчас собираемся ехать 2.16 будет в Ленинские горки. Тоже будет метакрос проходить. У нас поедут и детский состав, и взрослый состав поедут часто. Ну, для детей это, наверное, вообще посмотреть, самим поучаствовать и посмотреть, как взрослые дядьки... Да, сначала их не будут заезды, я буду их направлять, то есть готовить, выпускать. Ну, там будет конкуренция же будет, да? Да, это со всех городов будет съезжаться, то есть в Московской области. Там будут ваши коллеги тоже, наставники, которые привезут своих, и вы будете кричать за своих. Давай, давай. Ну, как в спорте есть спорт. Ну, вот сейчас какая-нибудь мамочка или папочка, скажем так, смотрят нас, да, и говорят... Ну, да, это замечательный такой мужской вид спорта. Мы, кстати, еще поговорим по поводу, берете ли вы девочек или только мальчиков. Но он же все равно изначально опасный. Вот как вам... Это же какая сумасшедшая ответственность для того, чтобы, а, перевести ребенка из разряда... Ну, это чудо для меня, сейчас это чудо, захватывающее зрелище, чего же там греха ты. А когда ты еще сам в этом принимаешь участие, то иногда даже взрослый человек может забыть, да, о каких-то правилах. Тут очень важно. Вот это же такая ответственность на вас. Как вы с ними договариваетесь, чтобы... Что это не просто игрушка какая-то такая экстремальная, а что это очень серьезная работа? Тут, знаете, как с чего все начинается? Тогда, когда родители приходят, приводят детей к нам, вот... Сначала они, прежде чем прийти, то есть посмотрят, если они хотят заниматься, да, они будут от врача, они приносят справку. Ну, как положено. Да, да, то есть меддопуск, что мальчик действительно там может заниматься, там отклонений никаких нет. Это же будет и страхов... что мальчик будет застрахован, будет это девочка, мальчик, то есть вот ребенок. То есть девочек тоже берете? Девочки тоже, у нас девочки тоже катаются. Ее есть у нас 8 лет, девочка тоже катается. У меня дочь ездила, но сейчас мама не дает. Не дает, да. Сколько дочери? Вот 10, 10 лет. Правильно, надо же... мама хочет ее, наверное, в женском направлении. Ну, там, да. Это так, да. Так, и здоровье, справка. Да, согласие, документально заверенное нотариусом, что родители осознанно приводят своего ребенка и понимают, какие... Риски. Риски, да, то он присутствует, вот. Ну, и инструктаж, конечно. Да, это даже на любую гонку приезжает, будь это не какая-то секция, сами от себя поедут на какую-то гонку, вот. Они будут ту же самую бумагу вести, как от нотариуса заверенную, что никаких проблем, претензий не будут иметь, так как если даже он какие-то ошибки допустит в плане соревновательных процессов, либо его могут сбить. Ну, да. То есть если там гонщики между собой где-то что-то как-то, то есть это уже не обсуждается, это не выясняется, кто прав, кто виноват, кто из-за кого травму получил. То есть это все вот на самих себя все ложится. Ну, это, собственно говоря, такой вид, ну, сначала увлечения, да, потом спорта, который изначально... Оно сначала, да, оно вроде как покатушками такими получается, вроде интересно покататься, а со временем, когда уже мальчик начинает втягиваться, ну, уже на более профессиональный уровень начинать переходить, ну, там уже и родители, и другие разговоры начинают. Наверное, и благодаря вам, и вашему наставничеству все-таки они начинают понимать, что есть бессмысленные вещи, а есть вещи, которые называются, ну, выполнение элементарных инструкций безопасности, правильно? В человеке оно, тем более в спортсмене, это должно быть заложено как чип. А, ну, да, и лишних, лишних, так сказать, каких-то движений, нарушений там в треке, и ты особо как бы не сделаешь. Единственное, что ты можешь ошибку допустить, есть, как правило, оттачивание мастерства, то есть ты к этому готовишься, тот же самый, допустим, прыжок сделать, да? Вот, там надо в правильной стойке заехать. То есть вот твое положение тела, как в каком-то должен находиться, прежде чем взлететь в воздух. А вот сколько должно пройти времени от того, что ребеночек пришел? Ну, не три года, конечно, но там возьмем. До первого такого серьезного прыжка? Это все от характера зависит. От желания, от характера. Есть к детям, которым очень долго это приходит, а есть, которые вот прям, ну, то ли страха нет, а у них в основном-то у молодых. Порог, порог страха, да? Такое вот, да. Есть, которые порог страха быстро преодолевают, то есть на шаг вперед всегда идут. Кто-то боится его, да? Я говорю, вот просто на шаг вперед сделай, тебе будет легче. Да. Он не может. Назад всегда. И он не может это очень долгое время не сделать, но когда он его делает, он говорит, ой, улыбается, блин, это же так легко было. Ну, конечно, конечно. Я все, я говорю, вот иди дальше. А есть те, которые, ну, категория людей еле-еле вот шаг вперед сделали, все, они дальше, то есть они возвращаются назад, они вроде исполнили один элемент уже, и они его могут, в принципе, это как бы исполнять уже намного легче, но все равно им почему-то с каждым разом все труднее дается. Бывает такое. Ну, в завершении нашей первой части хотелось бы спросить, в итоге вы, как вы оказались-то участником премии? Участником премии получилось так, что когда узнали о таких возможностях, когда поучаствовать, дирекция спортивных сооружений, это руководитель Стреколовский Сергей, вот, он... Давай подадим тебя, говорит, да? Да, он решил так, что почему бы и нет, давай попробуем поучаствовать. Проект есть, проект работает. Мы занимаемся, мы как бы двигаемся в этом направлении, вот. Ну, как бы даже и сомнений-то не было, не то, что как бы мы выиграем, а, ну, почему бы не подать, то есть вот. Конечно. Раз есть такая возможность, мы подали. В том, что раз подали, значит, это уже работает, и есть уверенность. Когда нет уверенности, то и подавать не хочется. Сейчас делаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Олег Маслов, руководитель мотосекции «Мототорпеда». Здесь не зря у нас шлем стоит. Естественно, мы тоже об этом поговорим, более серьезно во второй части. Напомню, что обладатель премии, губернатор Московской области, мы рядом ради перемен в номинации «Место перемен». Через некоторое время вернемся в студию и продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии Олег Маслов, руководитель мотосекции «Мототорпеда», обладатель премии, губернатор Московской области «Мы рядом ради перемен». Номинация называется «Место перемен». То есть это имеется в виду, напомню, что премия имеет несколько направлений, вы заняли именно в этом. То есть это как бы первое место, правильно я понимаю? Или там нету такого понятия, как первое, второе, третье? Я думаю, там есть как расширенность. Расширенность. Да, то есть там более как масштабный объект, то есть такие проекты есть. Дети, что сказали, когда вы вместе ездили или вы один ездили, или как это происходило? На награждение. На награждение один ходил. Да? Позвонили, да, мне позвонили. Будем награждать? То есть вы знали, что вас уже будут награждать? Да, за день я узнал, или за два дня. Ну а детям-то сказали, что они? Да, я опубликовал у себя, у нас свои родительские чаты есть, универские чаты есть, детские. Сколько человек сейчас у вас занимается? Сейчас около где-то, наверное, человек... Ну, примерно. Человек 10 есть. Человек 10 есть. А сколько времени существует секция? Буквально еще даже года нет. Даже года нет. Представляете, уже премия. Так что тут прямо, Олег, у вас впереди, мне кажется, большое будущее. Даже года нет, да. Но давайте все-таки будем отталкиваться от шлема. Еще раз. Есть Формула-1, да, Формула-2, Формула-3, все что угодно. Есть мотогонки, есть мотокроссы, есть авторалли и так далее. То есть есть некий спорт. И тут возникает вопрос, что мы готовим, вы готовите ребят, а, просто дать им возможность, ну, вот в этом возрасте отвлечься, так сказать, как у нас обычно говорят, от улицы, получить вот это воспитание характера, потому что это серьезная история, себя познать. И на этом как бы заканчивается человек, ну, покатался, покатался и, ну, закончился у него этот кружок. Была такая история. Есть ребята, которые наверняка потом будут, как мы говорим, простые смертные мотоциклисты. И вот это уже выход в большую жизнь. Я не мог не поговорить на эту тему, потому что она все время поднимается. Количество людей в шлемах на таких машинах сейчас растет. И вот это постоянное непонимание не только, скажем так, мотоциклистов с автомобилистами, но плюс еще пешеходы и так далее. Вот для вас это, ну, я так понимаю, у вас есть и простой, наверное, мотоцикл? Нет, дорожного мотоцикла нет. То есть нет? Нет. То есть вот только спортивным? Только на трековых. Ага, почему нет, кстати? Я пару раз, у меня был мотоцикл, я выезжал пару раз в город, это было очень опасно. То есть вам хочется, а нельзя, вы же гонщик? Да, я там на треке, я могу такое исполнить. Тогда давайте поговорим, а кто тогда эти мотоциклисты, которые вот иногда прям, не могу сказать, шуруют между автомобилем, нарушая все правила? Что это за характер людей такой? Да, мне кажется, это обычные люди. Просто человек же ко всему привыкает. И он так же, наверное, садился, и я даже, кстати, знаю очень много людей, которые никакого отношения ни к мотоспорту не имели, ни к чему. То есть всю жизнь на машине, да, он купил мотоцикл, он потихонечку ездил, ездил, аккуратненько все. Как только человек начинает к технике привыкать, чувствует себя уже более уверенно. И он начинает исполнять вот на дорогах о том, что вы говорите, вот такие вот детские музыки. Ну, понятно, что количество некультурных, скажем так, водителей, автомобилистов и мотоциклистов, оно одинаковое. То есть никто не говорит, что кто-то из них лучше. Хватает все, да. Вот непонятно, что должно быть в человеке, что он обязательно должен пролететь, чуть ли не сбивая у тебя, значит, зеркало заднего вида. Еще при этом был такой замечательный советский фильм «Не рычи», там, когда вырывает из мотоцикла. То есть это вот, что такое культура поведения человека на двухколесном средстве передвижения? Вот для вас, если, опять же, гонщик, да, и, ну, как скажем, как это… Любитель. Да, любитель, наверное. Любитель. Да. А любители, видите, бывают гораздо опаснее, чем гонщики. Ну, гонщики, они, как сказать… Задача гонщика какая? Задача гонщика предстоит, ну, как сказать, когда ты, если выезжаешь на трек, так как ты гонщик, ты там выкладываешься на все 100%. То есть у тебя там ручка открывается, газ прям на все. Выжимаешь все, что можно, делаешь все, что для того, чтобы… Есть цель конкретно. Есть цель, да. И она, как бы, никому не мешает, кроме твоих коллег, ну, я имею в виду, которые борются. Соперники, да, командники и еще что-то. И опять, как мы выяснили, это может иногда тоже не очень хорошо закончиться, но это, как бы, изначально понятно, что такой вариант не исключен, если кто-то где-то, ну, мы видели кучу, да, знаменитых… Я могу, если сказать только то чувство по себе, я выезжал в город на кроссовом мотоцикле, на котором я прыгаю по горам. То есть я мог открыться, прям прошуровать там по улице, а я ехал так тихо, чтобы он у меня… Он уж громкий мотоцикл, и я очень тихо ездил, дабы, чтобы на меня внимания не обращали. То есть вот как-то так у меня получалось. И все думают, какой-то странный мотоциклист на таком мотоцикле, казалось бы, долгой. То есть, то ли мне… Как в американском кино, она и пошел по этому самому. И вот как-то я не хотел выделяться, что я какой-то вот дерзкий, я на мотике, я наоборот какой-то прям вот… А почему они дерзкие? Ну, мы знаем с вами, там, Москва, Кутузовские праздники, к сожалению, головы же летят каждый день, мы слышим практически каждый день гибель, причем на пустом месте. Это очень такой… Я почему спрашиваю вас? Потому что у вас психология человека, который относится к технике, как к достижению спортивных каких-то результатов и воспитания какого-то характера. А что в голове… Я просто в предприятии не мог не задать этот вопрос, а что эти люди делают, когда они заставляют не спать там дома и так далее. И мы не можем это никак урегулировать. Даже наши бравые полицейские ДПСники, да, которые тоже там… у них солидные мотоциклы есть и так далее. И, кстати, там есть свои какие-то, насколько я понимаю, законы. Но они не догоняют иногда этих нарушителей. Тут как получается, и когда садишься на мотоцикл, и есть у тебя там еще под тобой интересная, да, то есть техника, все, там мозг сразу отключается. Почему? Он не работает, я не знаю. Это вот как-то так. Может, это природой так? Может, природой. Получается, что когда вы работаете с ребятами, вы этот фактор учитываете и держитесь за их мозг, чтобы он не отключился у них во время соревнований. Правильно? А в плане… Чтобы вот он закончился, чтобы у него не появилось желание, да, вечером выехать где-нибудь на Кутузовском проспекте тоже погонять. Хотя такой вариант, как мы понимаем, не исключен. В этом плане я даже с ними некие диалоги веду по поводу, и даже родители некоторые там просят, там Олег, там, вот хочет, там, в деревню к бабушке или еще куда-то что-то. Не нужно, вот здесь есть трек у нас, типа, ему тут и хватает, пусть здесь катается. Ну, как бы я вот стараюсь, тоже эти диалоги веду. Потому что мне кажется, что это ответственность, потому что, получается, вы научите, а потом, да, ну… Там они где-то сейчас возьмут, купят мотоцикл, ну, у друга будет мотоцикл, возьмут где-то что-то, то есть… А я же спортсмен, да, да. Я вот, мототорпеда, я там спортсмен, я, я, вот потом… У вас очень сложная работа, и мне кажется, это, кажется, ну, вообще спортивные, как это, все, что связано с железом, да, спортивным, там, где снаряды есть, да, это же фактически тоже снаряд, да. Это не только работа тренера, наставника со спортсменом, это еще и работа самого, ну, назовем его, игрока с этим снарядом, потому что, наверное, у вас тоже с каждым мотоциклом свой разговор. Да, да тут в плане вот гонщикам к детям, тут еще нужно быть неким таким психологом, и к каждому ребенку свой подход. Да, что не надо делать, чтобы они были, да… У каждого характер разный, и с каждым надо по-разному, то есть у каждого свой подход, да, к нему, то есть… Вот давайте поговорим о шлеме, ну, все-таки не зря он такой красивый, что-то нет, тут и от хоккейного вратарского шлема, что-то. Какова на сегодняшний день экипировка, потому что к вам же детки приходят, и они же, наверное, ну, я так понимаю, сами ее приобретают. На сегодняшний день можно максимально защитить ребенка? Можно, да. Ну, опять же, на максимально, как бы, это максимально, если только вот в железный ящик вот посадить. Да, к рыцарски, да. Вот. Как бы, есть, да, на сегодняшний день очень большие возможности. Ну, вот это шлем, он хороший считается, защищает? Да, он хороший. Почему он так сделан? Ну, понятно… Козырек. Да, козырек – это для чего это все сделано? Это, наверное, для каких… Плюс к этому козырьку, когда он длинный, это когда, если спереди идущий гонщик, из-под колеса же очень сильно летит. Грязь. Да, вот как здесь у нас на очках, просто обычная линза. Есть катушки, они по бокам ставятся, посередине ленточка идет. Так, да, да, да. Катушечка раз, передергивается, сюда заматывается грязная лента, отсюда чисто выходит. И видишь, то есть закидало полностью, пару раз передернул, у тебя чистая ленточка. Дворники. Да, есть лепестки, вот здесь как точки, вот здесь такие небольшие. Да, 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 лепесточки есть. Просто они одеваются, там штук пять. Ага. Раз, закидал, чук, и сдернул, чистый экранчик, вот. Козырек, если этого нету, есть козырек, возможность, тогда, когда из-под колеса очень сильная грязь летит, ты просто берешь, чтобы голову наклоняешь. А, и он просто уходит. Козырек, да, то есть, ну, это как-то вот. Оно и для красоты вроде. Ну, и, кстати, сюда можно, если уж по большому счету, приделать и в камеру поставить, да? Да. Да, а внизу можно еще переговорное устройство вот здесь. Есть такие шлемы. Такие же есть шлемы. То есть, ну, очень похоже на такой раллийный шлем, на автошлем и так далее. А вообще, вот давайте все-таки, хоть вы не пользуетесь мотоциклом гражданским, как мы называем сегодня, насколько, вот опять же, характер человека, насколько он должен внимательно выбирать защиту для себя. Даже простой человек, который любит на мотоцикле погонять. Не просто, знаете, как такие старые дядьки на трехколесных ездят, а вот такой бойкий. На сегодняшний день, я думаю, в плане вот экипировки сейчас уже не стоит денег жалеть. То есть, она есть, да, смотрят, дорогая. То есть, она чем дороже, тем она и крепче, и более комфортная. А кто может помочь, вот если человек, кому надо обращаться? Это лучше в магазинах, да? Есть в магазине, есть специалисты в магазине, да, есть специальные сайты проверенные. То есть, есть этот же бренд, тоже есть, я думаю, там люди. Разбираются. Сидят, да. Ну, вернемся к финалу, все-таки, к вашей замечательной мотоцикции. Какие у вас планы? Мы не можем не спросить, не задать этот вопрос, традиционный для любого интервью. Почему? Потому что, мне кажется, так быстро получить диплом, это значит, что в следующий раз от вас опять потребуют участия в премии. Что будет новенького? У нас в планах что? Мы сейчас пытаемся накат детей делать, развивать детей. Вот мы сейчас в детских и юношеских соревнованиях будем выступать. Ну и растить из них чемпионов. Вот мне оно очень коротко, ясно и понятно. Олег, с вами было очень приятно пообщаться. Растить из чемпионов. Видно, что вы очень уважительно относитесь и к самому этому мото, как скажем, мото направлению. Видно, что вы очень хороший наставник, спокойный такой. Ну и в завершение, кого вы бы хотели, я так понимаю, что вам предоставили такую возможность, вы выиграли, наверняка есть какие-то слова людям, которые в этом тоже принимали участие. Да, однозначно, это хочется поздравить, вернее, хочется... Поздравить тоже вы же выиграли. Поздравить, да, кстати. Это общая победа наша, так сказать. С Триколовского Сергея, это дирекция спортивных сооружений, вот, это с их помощью Владимира Владимировича Суркова. Наши проходите, да, спортивного, да. Да, спортивного. То есть они увидели в этом потенциал. Да, с их помощью, у нас в дальнейшем тоже развивается один проект, это будет строиться мотокроссовая троса, детская, взрослая будет. Ну и много чего там будет интересного. Ну тогда приедем к вам кататься. Обязательно. Пробовать надо же хотя бы на старости-то лет. Спасибо огромное. Представляю вам еще раз Олега Маслова, руководитель мотосекции «Мототорпеда», обладатель премии, губернатор Московской области Андрея Воробьева. «Мы рядом ради перемен». Совсем молодая организация уже получила премию. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова